Сборная Словакии по футболу представляет Словацкую Республику на международных футбольных турнирах и в товарищеских матчах. Возникла в 1993 году после распада Чехословакии. С этого времени постоянный участник всех отборочных турниров к чемпионатам мира и Европы. Лучший результат – выход в Плея в чемпионатах мира 2010 года и поражение в 1-8 финала от сборной Нидерландов со счетом 1-2. Наиболее принципиальным для сборной Словакии является соперничество со сборной Чехии. Кроме товарищеских игр обе команды встречались в квалификации к чьим 1998 в Братиславе Словакии выиграли, а в Праге проиграли. В отборочных матчах ЧО 2008 сборная Словакии дважды проиграла и, а в отборочном турнире к Южноафриканскому мундиалю Словакии сумели обыграть Чеха в Праге, а дома в Братиславе сыграли в ничью, хотя дважды вели в счете. 12 октября 2015 года Словакия впервые вышла на свой первый чемпионат Европы. По состоянию на 14 июля 2016 года сборная занимает 23 место в рейтинге FIFA, а в рейтинге UEFA по состоянию на 13 ноября 2015 года. 19. История выступлений Отборочный турнир чемпионата мира 2010 в ЮАР В 2010 году Словакия впервые приняла участие в финальном турнире чемпионата мира, право выступать на котором завоевала, заняв первое место в своей отборочной группе, опередив сборные Словении, Чехии, Польши и Северной Ирландии. Интересно, что несмотря на то, что словаки уступили словенцам в обеих личных встречах, они сумели обойти их на два очка в итоговой таблице. Примечательно, что именно поражение словаков в домашнем матче предпоследнего тура от сборной Словении лишило шансов на второе место сборной Чехии, тогда как даже ничья в этом матче оставляла чехам возможность продолжить борьбу за путевку в ЮАР. А поражение Словении делала Чехов и вовсе фаворитами в противостоянии за выход в стыковые матчи. Квалификация к Евро-2012 Словакия попала в группу Б отбора на Евро-2012 вместе с Россией, Ирландией, Македонией, Арменией и Лендорой. Команда Владимира Вайса начала с двух побед со счетом 1-0 над Македонией, затем над Россией. Но после этого словаков ждало поражение от Армении со счетом 3-1 в Ереване. После первого гола со стороны Армении, забитого Юроем Авсисяном, Словакия сравняли счет. Причем свой первый гол за сборную забил сын главного тренера Владимир Вайса с младшей. Однако во втором тайме Геворг Казарян и Генрих Махитарян вывели Армению вперед. В результате Словакия потеряла лидерство в группе. Следующим соперником стала Ирландия, с которой Словакия сыграла в ничью 1-1 на домашнем стадионе в Жилине. Шон Сент-Леджер открыл счет, но через 20 минут Ян Дюрица забил ответный мяч. Последним матчем команды в 2011 году стала выездная победа над Андоррой 1-0. Единственный гол забил Филипп Шиба. В это время Россия сыграла в ничью с Арменией и уступила Словакии одно место в группе. После первых пять матчей у трех команд Словакии, России и Ирландии было равное количество очков. Второй матч с Андоррой Словакия также выиграл 1-0 благодаря голу у Мирослава Каргана. Но после этого подопечные Вайса опять потеряли очки в матче с Ирландией. Нулевая ничья в Дублине снова вывела Россию в лидеры. Причем Ирландия при равенстве очков со Словакией оказалась впереди по голам на выезде. Следующая игра с Арменией проходила в Жилине. Лерна Конор разгромили Словаков 4-0. Вследствие этого поражения Словакия после восьми матчей шла лишь четвертой в группе, где была единственным участником чемпионата мира 2010. Решающим стал домашний матч с Россией. Словакия проиграла его после гола Алан Адзагоева. После этого команда Владимира Вайса уже не могла пройти на чемпионат Европы. Последняя игра с Македонией закончилась в ничью. Юрай Пероско забил свой первый гол за Словакию, выведя сборную вперед, но Никол Чиновеский сравнял счет. Словакия заняла лишь четвертое место в группе и оказалась одной из самых нерезультативных команд. Забив семь мячей, меньше в группе только на счету Андоры. Статистика выступлений чемпионата мира Астериск проиграли стыковые матчи сборной Испании. Чемпионаты Европы текущий состав. Следующие 23 игрока были вызваны в состав сборной для участия в матчах чемпионата Европы по футболу 2016. Матчи гола отредактированы по состоянию. На 30 мая 2016 года рекордсмены. Данные приведены по состоянию. На 30 мая 2016 года жирным шрифтом выделены действующие игроки сборной. Экипировка. Прозвище у сборной есть два прозвища. Боевни Йондовцы, Баджовни Джондов, Сирепор. Первое прозвище считается словацкими болельщиками неприятным, если не оскорбительным, поскольку в некоторых языках оно означает «цыган». Рекорды сборной. Сборной Словакии принадлежит рекорд подъема в рейтинге FIFA. В феврале 1994 года ей удалось подняться на 92 позиции.